Идем теперь о хорошем. Наталья Матвеева. Привет, Наташа. Наталья Матвеева. Семья была у меня в качестве гостей и прошла курс под названием «Семинар». Потом выделилась вот эта девочка, Юля, и закончила университет, прошла у меня практику, и теперь у них есть свой питомник, свой сад. Я об этом рассказывал. Почему я это сам? Это она не мне писала, есть еще один сайт, канал, который ведет, я понял, Троценко. И он мне прислал вот это вот. Там своя жизнь кипит только от моего имени, там занимается этим, короче, Павел. Еще один уникум уровня Сапронова, будущего короля, но пока у него свое направление немножко. У него тоже сад, у него тоже есть мысли, есть такой же. Ну, опоздал по среднему лет на 5-10, по среднему. Это будет еще один король, но попозже. А пока смотрите. Во-первых, естественно, практический вопрос. Рухнула ветка под урожай, вот она. Она держит ее в руках, видите? Вот. И задает практический вопрос. Я держу, мол, в ведре, я надеюсь, что они дозреют, так? И возьму косточки на подвой. Вот. Уважаемая Наталья, бесполезно. Качеств уже не будет. Им еще минимум месяц заревать, так? Судя по фотографии. Вот. И одна потеряла связь с землей, потеряла связь с питательными веществами. И если даже они где-то пожелтее, где-то наковыряете костик, полноценными они не будут никогда. У них нет питательных веществ. Но потеря небольшая. Что вы пишете? Внимание. Мандюнский абрикос решил порадовать нас супер урожаем. Верхние ветки ломаются. Какое горе. Я горе никогда не считал это за горе. Ну, перестарались. Ну, взял кто-то вес 200 килограмм. Хотел чемпионскую медаль, а взял 201 килограмм. И сломал руку или ногу. И так бывает. Ну, что поделать? Издержки производства. Выбросите эту ветку и не думайте с нее брать косточки. Полноценной не будет. Нет связи с почвой, с настоящим взрослением и созреванием будущих детей. То есть, косточек. А вообще, качество, например, положительное. Вы написали про супер урожай. Поздравляю! Поздравляю! Еще, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok